Привет, эээ, трибор! На канале TheRudyGames вышла, наконец-таки, думаю, долгожданная многими RPG-мечты 6. Я предыдущий все, по-моему, смотрел. Нет, не все. Первую, вторую, пятую. Короче, или одну, или две части я не смотрел, но в любом случае мы их когда-нибудь доглядим. И с нетерпением ждал очередную RPG-мечты, чтобы словить опять долю кринжатинки. Это просто офигенные, офигенные ролики. Со всех прям дико угорал, но юмор там, естественно, крайне своеобразный. Но прежде чем начать смотреть, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Не забывайте подписываться на вас, на группу ВКонтакте, на Яндекс.Зен. Все ссылочки будут в описании. Ну а теперь давайте посмотрим RPG-мечты 6. Надеюсь, будет так же офигенно, как обычно. Погнали! Внимание! Видео создано исключительно в развлекательных целях. И не стремиться кого-либо оскорбить. Все это юмор и не более. Пожалуйста, отвлекитесь и отдохните. Это нам точно сегодня не помешает. 16+. В легендарной ММО Перфект Ворлд запущен извращение АМИКО. Давайте мельтем немножко. Руслезовать в мире. Сынная часть RPG-мечты. Са, такая милота! Всем здоровенько! Здорово! Са, такая часть RPG-мечты и наконец-то вы ее дождались. Да, вообще, ждали, а сколько? Месяца 3, наверное, если не больше. В прошлой части прошло уже 5 месяцев. Даже 5 месяцев! Офигеть, давно. 160 тысяч лайков там давным-давно собрано. Там уже 102. Ну я немножко сделал паузу, чтобы успеть по рубрике изголодаться. И чтобы успели изголодаться вы. Ну мы прям очень изголодаются, типа полгода почти. Поэтому в этот раз, чтобы понять, нравится ли вам все еще эта рубрика, я подниму ценник и попрошу 90 тысяч. Лайк поставлю прям сразу. О, нифига. Ха-ха, 15 лайков! Ну я уверен, что если сейчас обдавлю, там будет гораздо больше их уже. Писачь лайков. Как показывает практика, это вам под силу, а для меня это будет невероятный стимул продавания. О-о-о-о, какая милота! Так что не ленитесь и ставьте свою оценку внизу. Ну а теперь, все, кто смотрел предыдущие части, мотайте на этот тайминг. Ну а для тех, кто на моем канале впервые, это небольшое вступление. А я все равно лучше послушаю. Давай, рассказывай. Давай, 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 давай. Мы с Никитой зашли на сайт, который пишет историю в зависимости от того, что ты впишешь. То есть ты выбираешь сайтинг персонажа, тебя вбрасывает в ситуацию. Какаха! Йооо, какаха! И погнали! Ты можешь хоть голым всю игру ходить, хоть сношаться с каждым встречным, ну и так. Какая мерзость. Далее вообще то есть что угодно делать. Ну и вот мы поиграли, в итоге оказалось неожиданно смешно. Я еще смонтировал, визуализировал. И, соответственно, предлагаю вам оценить сие творение. Так что делитесь мнением в комментариях. С удовольствием оцениваем. Ставьте лайки и приятного просмотра. Спасибо большое. Так, ну я так понимаю, если я выберу фэнтези, то здесь нет выбора короля. Давай тогда попробуем все-таки кастомный создать. Блин, я хочу фэнтези. И по сказку описывающе. Кто вы и первые пару предложений о том, с чего вы начинаете? Я старый безумный король. Король королевства Лорион. Король королевства Лорион. Я старый безумный король королевства Лорион. Меня зовут Ульрик Великолепный. Я слаб, но с невероятными склами. Моя сила безгранична. Народ беспрекословно слушается царя. Воля короля закон. Король бог. Царство бессмертно. Ну, видимо, не до конца бессмертно, да? Все-таки. Ты просыпаешься в своих покоях и видишь дерьмо на шторах. Кто накосячил у тебя на стенах и занавесках? Большой ты накосячил. Это типа насрал. Накосячил. Цензура. Большой секрет. Ты должен допросить всех своих подданных, чтобы узнать, почему шторы в твоем дерьме. Твой следующий... Именно в его. Узнать, кто тахает твоё дерьмо в задницу. Твои шторы. В задницу твою комнату для трахать. Чё происходит? Я приказал собрать подданных на площади. Вы приказываете собрать мужиков на площади. Умываетесь и идёте к ним на гишу. Зачем? Христиане. Три. Много. Два. Мало. А сколько тогда надо? Христиане. Как бы... Большая деревня похожа. ...тебе решать эту проблему. Вы устраиваете встречу с подданными в тронном зале замка. Вы сидите на царском... О, уже оделся, ну неужели? ...и видите своего раба. Кто писает на мои шторы и писают в мою комнату? Раб открывает рот и говорит... О, на этот раз это был король. Вы даёте рабу... Так это я король. ...и дополнительные печенья. Бестерпо. Вы созываете рыцарей золотых копий вместе и приказываете им найти короля, который мочится в ваши занавески и в покое. Притом, что это же я, типа. Рыцари схватили вас. Рыцари схватили вас. Почётный рыцарь кологлот бьёт вас по лицу... О, наш стар знакомый. Вы просыпаетесь в комнате и бродите по них. Да ладно, типа, ваш советник берёт за плечо и шёпотом говорит, типа, ты обосрался, не попался. Мы знаем, что это ты накосячил по своим шторы. Советник подходит ко мне и шепчет. Мы собираемся наказать тебя, писая тебе на лицо и писая на твою... Какая визу! Вы говорите... Что происходит? Смотрите, но у меня нет пятны. Советник всё ещё держит свой шмел. В руках и пиццает. И пиццает на твоём пиццу. Да её же нету. Он бросает тебя в мороз. Какая мерзость, господи. Немного больше. Бросает. И ты не знаешь, что я ею. Это же ад. Вы говорите, да как? Какая дичь. Ты смеешь? Никто не смеет нассать на короля. Рыц... Так я не нассал, я кинул тебе её. Переврываются и убивают советника. Советник опять писает на твои шторы. Перед смертью. Я хочу последнее, что я делаю. Нассуну твои шторы. Вы берёте с собой охрану и идёте на рынок за новыми тканями. Это оживлённый рынок. Все прячутся, когда видят твоё лицо. Ты изо всех сил пытаешься скрыть своё урон. Для твоё лицо. Зачем он же король? Нет, хватает ваше урон. Он для моего лицо и бросает в огонь. Чего? Отрывает и могу... Давай на месте уродливого лица вырастает красивое. Давай, может быть, ты выпиваешь зелье? Вы выпиваете зелье красивого лица и ваше уродливое лицо исчезает. Ваш раб подходит к вам и говорит, каково это? Ты открываешь рот и член... Да он же такой же. Да он же такой же. Я раба... Я раба... Я раба... Что за... Что за тичка? Я вообще ни разу не авторитет. Как ты такой ходишь к вашему? Типичный король, да? Что ты сказал? Такой... Вы обезглавливаете раба и приказываете своим рыцарям немного поиметь его. Ты чуть-чуть сам на пол шишечки можешь... Маленький мальчик подошел к королю и сказал, какое прекрасное зрелище. Обезглавливание. Надо ответить ему типа, да, хочешь еще кого-нибудь зарубим? Хочешь, мы убьем твоих родителей? Такой, когда рассланишься такой, хочешь, мы убьем твоих родителей? Вы говорите, да, ты что, хочешь, чтобы мы убили твоих родителей? Маленький мальчик сказал, да, убей моих родителей. Все, серьезно, жесть. Пожалуйста. Взорвать рынок. Просто реально порочки с блохом. Порочки с блохом. Порочки. Вы взрываете рынок бомбой, которую сами сделали. Вы едите тела, потому что желудок короля острый, как сталь. Какая мерзость. Масть короля огромна, как волка. Волка. Жоба подобна кратеру. После плотного перекуса трупами, к вам подбегает гонец и сообщает... Какая мерзость, вообще жесть. ...что вашу дочь украли, и он везет записку о выкупе. Гонец достает записку и читает ее. Всех вас я не убью, но вашу дочь я заберу. Если вы не пришлете 1 миллион золотых, я ее убью. Короче, надо... Глеб. ...но выявить самого сильного рыцаря, который сможет отправиться, чтобы ее вы... Каваглот, конечно же, кто же еще? Я созываю турнир. Вы организовываете турнир рыцарей, чтобы выявить сильнейшего рыцаря, дабы спасти свою дочь. Вы следите на троне и смотрите, как ваши воины сражаются друг с другом. Рыцари сражаются очень упорно. За честь, славу, власть, богатство и победу. Выпускайте кракена. Вы говорите, выпустите кракена. Кракен выходит и убивает всех рыцарей. Он такой, выходит, да, на своих лицах... Эй, как их... А еще пальцами... Сел. Просто, знаешь, король такой вахере стоит. Типа, король ввызнул. А кто же спасет дочь, еб твою мать? Кракен. Вы назначаете кракена победителем. Поздравляю, кракен, ты снова победил. Снова. Это хуйня пустая. Да, да, да. Как отличный кракен, ты снова убил всех мыхов. Я просто гений, да? Хуйня. Плюс, знаешь, всегда эту развязку. На замок напала орда гоблина. Они кончают на гигантских машинах. Что они делают? В машинах для траха. Одна машина для траха на каждого сотого мужчину. Вы восхищаетесь ими. Вы никогда не видели ничего настолько могущества. Какая дичь. По-моему, это самая упоротая часть. Должно быть это прекрасное королевство гигантских фистинговых машин для траха. Сдаться армии гоблинов. Вы сдаетесь армии гоблинов с их фистинговыми машинами. Они уносят тебя, чтобы их отфистили себе подобные. Ваша кожа становится синий, а глаза на... Аватар. ... начинают выпучиваться. Вы встаете на четвереньки и не удивляйтесь, когда гоблин пробивает вам череп лаком. Офигеть. Да, он не успел изгибаться. У тебя будут действительно дерьмовые похороны. Ты весь в крови и оглядываешься в полном шоке. Твои солдаты лежат мертвые на земле. Гоблины захватили замок. Вы окружены. Из последних сил обосраться. Вы делаете то, что сделал бы любой король в этой ситуации. Вы обосрались до смерти. Вы пьете зелье здоровья. Вы смотрите на землю и видите зелье здоровья. Вы пьете его и это дает вам огромный стояк. Чего? Я уже проломленный головой со свояком синюшной. По-моему, это была глюкоза. Затихнуть свой последний пердевыш. Может пердануть по-королевски? Подожди, пердануть. Ты пердишь по-царски. Ты пердишь. Как будто только что выиграл. Все покрыты дерьмом. Вы говорите, это просто пиздец. Гоблины смеются над вами и трахают. Вот сзади. Меня весь день все просто тратят. Балата советника, гоблина. Очень пиздец. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. У нас весело. Ура. Я не хочу быть таким королем. По-моему, никто не хочет. О, это что-то было после титров? Ну-ка. Мне до сих пор нравится то, что у тебя белый фон. Это просто картинка жабы бесконечная, блядь. О, боже. Серьезно? Вот это ржако. Они уносят тебя. Это как будто жаба говорит. Все должны знать, что всеми руководит лягушка. Как, блин, это просто восхитительно. Ой, реально заскучился я по RPG мечты. Это самые трэшовые видосы, которые я когда-либо смотрел. Эта часть самая трэшовая из самых трэшовых. И огромное спасибо The Rudy Games. Огромное спасибо Sausage'у. Это просто восхитительно. От души поржал с нетерпением. Будем ждать следующую часть. Не знаем, где она теперь выйдет, конечно. На YouTube или на других каких-то платформах. В любом случае, я буду с удовольствием смотреть продолжение, если оно выйдет, конечно же. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока.